Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сегодня будет такой эксперимент проведен по определению кислотности почвы на участке. Вообще кислотность почвы очень важно знать, потому что некоторые растения способны расти только в определенной кислотности. К таким относятся растениям рододендроны. Они сейчас доцветают. Посмотрите, здесь японские рододендроны роняют свои цветки. Вот они у нас такие красненькие, желтенькие, беленькие. Из семейства вересковых тоже это голубика. Ее сейчас очень модно стало выращивать. Это становится популярной ягода. Это брусника. Тоже есть садовые сорта. Это крупноплодная американская клюква. То есть все это у нас уже посадочный материал есть на выставках на садовых. И в садовых центрах они продаются. И вот чтобы правильно выращивать эти растения, получать хорошее цветение и обильный урожай, нужно знать кислотность почвы. Вот для этого существует специальный такой PH-метр. Вот посмотрите, в такой коробочке он продается. И вот так вот выглядит зелененький корпус у него и вот такой вот штырек, собственно, который служит для определения кислотности в почве. Сейчас мы попробуем провести эксперимент по определению кислотности. К этому устройству предлагается инструкция. Вот она так сложена, входит сюда в комплект. И вот какая большая информация. Смотрите, на ней написано. Это я вот укрупнила специально для себя. И вот на трех листах ее можно так вот изучить и все знать. И вот здесь вот еще дается таблица кислотности оптимальной для различных культур. Здесь вы видите самые обычные культуры, которые мы с вами выращиваем. То есть вот большинство-то культур любят нейтральную почву. А на участках, на наших, которые на бедных почвах, на лесных каких-то подзолистых почвах, они имеют наши участки, скорее всего, кислую реакцию. И вот такие почвы нужно раскислять. То есть обязательно вносить доломитовую муку или известковые материалы, чтобы снижать эту кислотность. Поэтому вот для обычных культур тоже очень важно знать кислотность почвы. А то получаем низкий урожай и не можем понять, в чем дело. А оказывается, слишком кислая почва на участке, и вот нужно ее как раз и снижать. Очень не любят кислую почву косточковые культуры. То есть это вишня, слива, черешня. И под них тоже нужно вносить известковые материалы. И чтобы убедиться, что у вас действительно кислый почвеный участок, вот как раз можно воспользоваться вот этим вашим метром. Как им пользоваться, я сейчас расскажу. Все очень просто, дорогие друзья. Вот смотрите, здесь вот под рододендронами мы старались сделать более-менее кислую почву. Потому что они любят кислую почву. И вот я, например, вот с помощью такого посадочного конуса сделала отверстие. Вы можете выкопать любым совочком. Вот я выкопала отверстие. Дальше залила туда воды. Вот воды нужно налить столько, чтобы там получилась такая кашицеобразная масса. Масса, то есть почву вот эта вот насытилась влагой до такого болотистого состояния. Вот мы сейчас это все размешаем, чтобы как раз у нас такая консистенция там получилась. Вот. И дальше нужно поставить вот этот щуп на глубину примерно 10 сантиметров. Вот так заглубить. Ну, как-то вот его между пальцами там написано в инструкции повращать. Чтобы у нас это вот почвенный раствор, он как следует обволок весь вот этот вот щуп. И оставить примерно на 2 минуты. Пока у нас с вами будет происходить измерение кислотности, мы еще немножко поговорим о том, как действует этот прибор, как его нужно подготовить к работе. Вот этот щуп, который вы видели перед работой, нужно немножечко протереть вот мелкой наждачной бумагой. Вот посмотрите, вот здесь вот у нас эта наждачная бумага. Слегка нужно его протереть для того, чтобы окислительную пленку на этом металлическом щупе как бы снять ее немножечко, да. Вот, и после этого протереть просто этот щуп обычной салфеткой бумажной или хлопчатой бумажной тканью. Вот после того, как мы протерли, наш прибор, собственно говоря, готов к работе. И вот сейчас он выполняет у нас свою задачу. Я еще хочу сказать именно вот про рододендроны, потому что я их очень люблю. Впервые я увидела, как прекрасно, роскошно цветут рододендроны в нашем Нижегородском ботаническом саду. Там это просто, ну, фейерверк и красок, и цветов, и такое обильное цветение. Я просто ими заболела и решила их посадить на своем участке. И вот когда я консультировалась о посадке, мне как раз вот рассказали, что сажать рододендроны, голубику, клюкву и, значит, бруснику в обычную садовую почву бесполезно. Растения плохо очень развиваются, потому что в несвойственной им среде, без вот этой высокой кислотности почвы, а высокая кислотность, это pH 3,5-5,5. Вот такие вот показания должны быть у вот этого pH-метра. То есть вот без этой высокой кислотности не достигнуть хороших результатов. Вот, и поэтому нужно специально готовить почву. Вот, дорогие друзья, вот я вам демонстрирую вот этот вот кустик. Смотрите на него, пожалуйста, мы не случайно около него сидим. Он перезимовал хуже, чем остальные. И посмотрите, я считаю, почему. Вот часть корней у него находится вот в специально подготовленной почве, а часть корней, вот она, почва-то обычная. То есть вот эта вот травка, по которой лужайка, по которой мы ходим. То есть уже там не кислый торф и опилки, и сосновый опад, который мы готовили под всю посадочную яму, да, а вот она обычная почва. Я считаю, что вот этот куст, конечно, недополучал питание. И вот он плохо перезимовал. Прости меня, растения, я тебе плохо заботилась. Так, дорогие друзья, я думаю, две минуты у нас с вами прошло, но мы подождем еще немножечко, чтобы быть уверенным, чтобы у нас точно уже стрелка на нужном месте. Я еще хочу сказать, что голубик у меня растет тоже. И у нас есть видеоролики про голубику, и мы рассказывали, как ее нужно сажать. И были очень замечательные, крупные, хорошие ягоды. Это я посадила сортовую, крупноплодную американскую голубику. И, в общем, очень довольна этими ягодками. Расширяет ассортимент, по сути дела, вот наших с вами привычных культур. То есть что мы выращиваем? Смородину красную, смородину черную, клубнику на участке, да, но может быть еще и жимолость. А вот голубика, это вот ягода, которая не у всех далеко есть. Очень вкусная, надо сказать, ягодка. И вот эта голубика, она тоже любит только кислую почву. Еще немножечко о показаниях кислотности. Вот очень многие путаются. Дело в том, что вот показания кислотности, вот pH-метр, он показывает низкие единицы. 3,5-5,5, это считается вот как раз высокая кислотность, то есть кислая среда. А вот pH, вот эти вот ионы водорода, количество ионов водорода, вот они как раз там низкие, низкие показания. Вот поэтому многие путаются. Как же так? Показания кислотности низкие, а говорят, что кислотность высокая. Ну, это вот особенности ученых, когда они вот называли все это, то вот так и получилось. Надо просто привыкнуть и принять как норму, что показания кислотности низкие, а кислотность, то есть почва кислая. Вот, давайте посмотрим на наши показания, что же нам прибор там намерил. Так, у нас кислотность была на уровне 5,5. Это граница, которая едва-едва допустима для наших рододендронов. То есть уже нужно вносить подкормки кислые для них. Вот, дорогие друзья, очень важно, я вовремя это сделала, вот измерила кислотность. То есть надо подкислять уже почву, да. Для того, чтобы повысить кислотность, существуют специальные удобрения. И, кстати, здесь в инструкции вот сказано, что нужно делать, чтобы повысить кислотность, и что нужно сделать, чтобы снизить кислотность. Чтобы снизить, я вам сказала, это вносить известковый материал или ламитовую муку. Вот, а чтобы повысить кислотность, нужно вносить кислые удобрения. Специальные есть удобрения, которые называются для азалий. И еще можно кемеру универсал использовать, и нетромофоску можно использовать, они тоже подкисляют почву. И еще, конечно, мульчировать поверхность кислым верховым торфом и хвойным опадом, это тоже способствует подкислению почвы. Ну вот, мои рдодендроны, как вам повезло, что я вовремя измерила для вас кислотность, и мы будем знать, что, ну вот тут колеблется уже стрелочка, вот, будем знать, что можно пользоваться этим приборчиком для измерения кислотности. Дорогие друзья, вот этот прибор можно приобрести в нашем интернет-магазине Белой Аллеи и заказать его по почте.